привет спасибо большое за твою работу очень интересно сейчас постараюсь разобрать то что попробую рассказать как можно ее улучшить в целом очень интересный концепт ну то есть он хорошо работает в том в перспективе в позе в каких-то общих тональных отношениях то есть например сразу можно подметить что очень хорошо решена поза то есть он не просто стоит в т позе повернутый к нам буквально вот так вот в камеру здорово что он немного да вот так вот развернут и одна рука вот у него здесь согнута то есть она как бы идет вперед другая рука наоборот идет назад это очень хорошо то есть они существуют немного в разных плоскостях при этом у нас у него торс немножко развернут в три четверти и у него при этом еще развернута немного голова еще чуть больше туда что тоже очень хорошо и возможно у нее такой даже некоторые наклон имеется это круто это позволяет при этом конечно она не сильно развернута но в принципе того что я сейчас уже достаточно ноги тоже немножко не просто прямые при этом они не то чтобы но естественная поза то есть все выглядит довольно естественно и логично правильно не возникает ощущение того что поза разваливается что персонаж разваливается то что это очень важно я считаю что поза не должна быть просто ну ты позы персонаж должен как-то стоять потому что это улучшает ощущение от концепта но многие совершают ошибку что вот они делают какие-нибудь слишком там активные позы и вот там персонаж он там держит не знаю меньше а другая рука у него как-нибудь еще там выгнута или он как-нибудь иначе стоит ну то есть даже не знаю как показать но в общем бывают разные случаи на когда люди совершают какие-то ошибки потому что они позу делают слишком вычурный наоборот у тебя здесь с этим никаких проблем нет при этом общий силуэт особо не странная то есть вот у нас есть прямоугольник в которой этот общий силуэт вписывается у нас есть отдельный элемент и другая но как бы отдельный тоже элемент который опять же не относятся напрямую к этому прямоугольнику на то есть у нас большой предмет потом маленький предмет средний предмет у нас есть хорошая работа между ними хорошее отношение всегда нужно работать в грубо говоря есть правило трех то есть у тебя есть там что-то большое что-то среднее что-то маленькое это всегда это такая идеальная формула с которой довольно просто работать то есть например маленький куб средний куб большой куб и уже для того чтобы там дать больше какой-то динамики или интересно можно с этим играть то есть вот у нас средний куб там например маленький куб и большой куб вот именно так здесь и работает и мне это очень нравится то есть вот силуэт сложился так есть некоторые вещи которые можно сделать получше но тем не менее сейчас это неплохо работает так что продолжать делать то что ты делаешь еще очень хорошо работают тона то есть тонально персонаж не разваливается это очень важно потому что опять же часто бывает проблема что люди они переусердствуют они слишком скажем так много тонов добавляют слишком много добавляет в них разницы контраста именно в сами отдельные тона из-за этого все начинает разваляться здесь же наоборот у тебя в этом плане все очень хорошо работает то есть понятно где вот у нас металл здесь металл потому что мы видим очень хорошо понимаю но как зритель я вижу вот эту разницу от темного до светлого ей больше нигде нет поэтому я понимаю что металл грубо говоря только вот здесь ну то есть также и вот здесь я вижу вот эту разницу между материалом и вот на лице например она не такая сильная То есть, внутри тоновое различие не такое сильное, как вот здесь. Это очень важно именно для передачи материала. То есть, в общем и целом, тональность, силуэт, то, как это простроено, это все хорошо работает. Мне это очень нравится. Насчет того, что здесь можно улучшить. Пройдемся, опять же, для начала с его силуэта. То есть, как я уже сказал, окей, да, вот у нас есть такой силуэт, что, ну, то есть, у нас есть большая форма, вот такая вот. Потом у нас есть вот маленькая форма, средняя форма. Проблема, ну, как, не проблема, а то, что здесь можно улучшить, это усилить наклон вот этой вот формы, потому что они параллельны практически. Это не очень хорошо, то есть, можно сделать вот большую форму, малую форму и среднюю форму какой-нибудь вот такой. Или, допустим, вот такой. То есть, можно сделать так, чтобы вот он держал, например, на плече это копье. То есть, можно сделать так, например, чтобы вот у него было копье здесь. Вот оно заходит за голову. Ну, это круто в том плане, что очень полезно делать так, чтобы один элемент перекрывал другой, как, например, вот здесь вот. Очень здорово, что вот эта вот повязка, она перекрывает ногу. И, соответственно, между ними есть еще одна повязка, вот эта вот юбка, которая как бы существует между ними. Из-за этого мы очень хорошо понимаем, где какие элементы друг относительно друга находятся. Это очень важно для передачи пространства. Потом, например, руку вот можно сделать так, ну, то есть, приподнять как бы вот здесь вот, ну, точнее, как вот тут, да, локоть. Потом вот она так лежит, и вот он ее как-то так держит, например, вот таким образом. И как бы, ну, то есть, ну, тут, конечно, нужно поискать, чуть-чуть все равно руку приподнять, возможно, даже изменить немножко положение для того, чтобы это более естественно смотрелось. Скорее всего, вот так вот это будет. И вот он как-то будет держать вот так вот руку. Что-то примерно такое. То есть, просто силуэт будет гораздо более интересный. Это тоже важно для того, все эти элементы, они все важны для того, чтобы лучше передать, ну, для того, чтобы лучше передать дизайн. Потому что так или иначе, все это складывается в единое целое. Это все влияет на то, как человек будет воспринимать твою работу. Относительно также силуэту можно еще, например, сделать, то есть, есть некоторая проблема с построением ног, с построением, например, грудной клетки. Опять же, можно голову немного повернуть, но, в принципе, я бы не стал это делать. Проблема есть вот, например, вот здесь. Ну, у нас, у него очень тонкие бедра, то есть, я бы сделал чуть побольше. Я бы сделал вот как-то пошире, то есть, ну, потому что здесь вот слишком скудная линия. То есть, обычно у нас, вон, грудная клетка. Это, конечно, в зависимости от анатомии, которую нужно передать. Ну, а лучше всего делать, лучше все гипертрофировать, для того, чтобы это было более визуально наглядно. И я бы делал, ну, то есть, более узкую, более узкий, более узкий пояс, более широкие бедра, более сильные такие бедра. Ну, слишком узкий пояс. Я бы сделал пошире, вот прям сильную такую. Клетку грудную, ну, что-то вот типа такого. И вот он там смотрит, да, в ту сторону. То есть, я бы немножко расширил. Вот здесь вот его повязку. Еще проблема в том, что есть некоторые соприкосновения в оригинале вот здесь линий. То есть, вот у нас рука заканчивается, заканчивается юбка. Они почти в одну линию, то есть, визуально это почти, между этим нет никакой разницы. То есть, когда идет внахлёст вот так, кажется, как будто это, ну, буквально вот так вот. Как будто они просто соприкасаются линиями. Для того, чтобы этого не происходило, нужно, соответственно, вот эти... Это вы просто не допускаете, нужно делать как-то так. То есть, для того, чтобы один предмет больше перекрывал другой. То есть, юбку я бы расширил вот сюда, сделал бы ноги больше. И вот эту ногу я бы немного подвинул. Для того, чтобы у него была более, чуть более активная поза вот так. Чтобы выглядело так, как будто бы он больше опирается на свою левую ногу. Потом я бы немного... Так как мы смотрим сверху, вот эту ногу я бы немного нарисовал так, больше в перспективе. То есть, чтобы она больше раскрывалась к зрителю, именно вот так. И вот эту, соответственно, ногу тоже. Потому что мы смотрим на него чуть сверху. Именно вот в эту область, в нижнюю. Мы с ним примерно одного... Одного роста. Поэтому будет здорово, если ноги, то есть, его ступни, они будут чуть больше раскрываться. При этом, конечно, можно дать немножко динамики. Но это уже вот так вот. По анатомии. Но это уже мелочи. Потом нужно немножко здесь показать лучше его колено. И проблема еще небольшая в том, что ткань, она не так работает. Ну, то есть, его штаны, грубо говоря, вот здесь вот. Они как будто нарисованы так, как будто бы они очень широкие. Но на самом деле, по силуэту, выглядит так, как будто они почти в облипку. То есть, если они действительно в облипку, вот такие большие складки не получатся просто на таких штанах. Поэтому я предлагаю сделать так. Я предлагаю их расширить. То есть, вот здесь вот добавить немножко пространства. Это, во-первых, улучшит общий силуэт. То есть, он будет вот такой. И сам силуэт штанин будет больше. То есть, вот здесь тоже будет интересней. Как бы они здесь будут более широкие. А уже в нижней части будет больше складок, больше детализации. И они будут более узкие. То есть, у нас опять же идет, да, вот большая форма, там, малая форма, средняя форма. Это очень важно. И это всегда должно проглядываться. Именно через это можно показать хороший силуэт. Очень динамичный и интересный. То есть, мы как раз показываем вот эти складки. Вот здесь вот у нас будет их чуть больше. Потом они заходят в штаны. Ну, в ботинки. Еще было бы неплохо показать какое-то разделение тоновое. Потому что сейчас они слишком похожи. То есть, возможно, у него там какие-то, ну, какая-то ткань, в которую он оборачивает ноги. Потом он уже на эту ткань надевает ботинки. Так мы покажем, где один элемент отделяется от другого. То есть, это уже важно для дизайна. Вот тут вот у нас опять идут маленькие складочки. Вот так вот. Вот здесь вот у нас коленка. То есть, от нее должна быть обязательно складка. И вот. Вот примерно так это должно быть, должно работать. То есть, вот тут у нас тоже складочки. Вот так. Потом, так или иначе, эти. Эта ткань, она больше, чем ботинок. То есть, из-за того, что она широкая. Поэтому ботинка на его голени, ботинок должен быть поменьше. Примерно вот так. То есть, потом у нас нога, ее форма. То есть, вот у нас здесь коленка. Потом у нас уже от нее идет форма. У нас вот здесь такой вот, такая вот округлая форма. И вот по ней идет нога. То есть, она имеет именно вот такую форму. Поэтому мы должны ее показать. Точно так же и на нашем рисунке. То есть, у нас идет вот здесь вот такая форма. И вот здесь вот такая. Тогда мы правильно нарисуем голень. И она, голень, она не просто. То есть, это не вот такая вот линия, буквально. У нее тоже есть какая-то своя особая динамика, которую нужно передать. Потом, вот да, мы показываем эти линии. Как было в оригинальном дизайне. Потом здесь вот эти веревки. Слишком светлые. Вот примерно так. Вот примерно такая динамика голени уже будет более реалистично выглядеть. Соответственно, ни стопа тоже немного подвинется. Вот так вот она будет выглядеть реалистичней. Так, немного некорректной формы. Вот так вот. Теперь уже нога выглядит более живой. Что касается юбки. То есть, вот здесь правильный шейп. В поясовом поясе. Соответственно, здесь он должен быть такой. Потому что это все такая форма, на которую мы смотрим сверху. И она почти не меняется. То есть, у нас вот здесь две ноги, два цилиндра, которые торчат из этой юбки. Соответственно, форма должна быть здесь такая же абсолютно. То есть, вот она должна идти вот так вот. Соответственно, мы как раз-таки ее и должны показать. То есть, она должна идти вот как-то так. Не понимаю, какого... Ну, то есть, это викинг или кто-то еще. Это, в принципе, не совсем... Это важно в том плане, что нам нужно показать... Нам нужны какие-то дополнительные детали. То есть, как я уже сказал, что, в принципе, есть в работе. То есть, у нас должны быть большие, средние, малые формы. Большая форма здесь — это вот конкретно силуэт. То, как он работает. Средние формы — это все вот эти вот, да, большие элементы. Вот эти вот огромные элементы, которые внутри большой формы работают. Но они все равно как бы средние формы. А малые формы — это вот уже вот эти детали, которые существуют внутри средних форм, которые им принадлежат. И для того, чтобы нам вот эти вот средние формы, его юбки и его ног отделить друг от друга, нам нужно иметь здесь какие-то малые формы. И это, в принципе, может быть что угодно. Обычно я использую узоры какие-нибудь или там какую-нибудь вышивку, какие-нибудь, возможно, вот мелкие заклепки. То есть, все что угодно для этого, для этой цели сгодится. То есть, здесь я бы как... И поэтому я как раз говорю, там, кто это, викинг или нет. Во-первых, через это показывается сюжет. Мы понимаем, к чему, там, какой исторической эпохе больше относится этот персонаж. В каких реалиях он существует. Во-вторых, ну, именно в плане дизайна это нужно. В-третьих, нам нужно так или иначе повторять где-то какие-то элементы. То есть, например, вот круто, что здесь у нас есть круглый элемент, здесь также у нас есть круглый элемент. Они повторяются. Здесь у нас есть кожаная броня, здесь у нас есть кожаная броня, и у нас есть кожаный ремень. Вот это как раз правильное повторение. И поэтому, вот, например, здесь у нас есть белый элемент. я бы тоже хотела повторить где-то здесь то есть вот какая-то не белый элемент а как белый материал белый тон белый цвет что-то опять же что повторяется при этом но это не относится к там к металлу или к чему-то такому поэтому я хочу как раз здесь повторить немножко уточняю по силуэту вот здесь вот потому что юбка она как бы грубо говоря вот у нас есть тело потом у нас из него торчат вот эти ноги если грубо рисовать то это примерно так работает принципе нам сейчас анатомично это не нужно юбка получается так что она как бы торчит вот здесь вот и для того чтобы ее приладить к телу нам нужно что-то из конкретно пояс в этой ситуации пояс облегает тело он юбку держит так чтобы она к телу прилипала но там где пояса нет соответственно на топорщица поэтому она как бы выпирает вот здесь потом прилегает к телу и вот здесь вот она опять топорщица и на этом нелепом но я надеюсь показательном рисунке как раз таки это и видно что нам нужно сделать что-то что покажет то что у нас здесь есть пояс по и мы должны показать его силуэт на то есть вот у нас юбка топорщица мы здесь потом она прилипает потом она топорщица плюс анатомично у нас вот эта форма мы здесь вот у нас как бы пояс вот здесь у должна быть на самом деле самая тонкая линия не где-то вот здесь вот здесь у него уже идут такие более сложная более широкая форма ну не здесь конечно будет вот он вот здесь нужен быть именно самая узкая часть то есть вот здесь у нас идет груди на грубо говоря вот тут вот у нас самое узкое место перешей здесь уже у нас форма идет больше это как раз нужно показать опять анатомически то есть здесь например мы усилим форму немножко то есть вот у нас будет широчайший идти потом вот здесь вот у нас перешей когда начинается здесь уже форма увеличивается то есть соответственно вот этот линия должна быть чуть дальше это все тоже нужно учитывать в построении нужно тонально выделить ремень поэтому я немножко высветляю юбку затем не ремень при этом было бы неплохо как раз показать что юбка она и складок существует то есть она грубо говоря является каким-то прямоугольником который оборачивается вокруг персонажа то есть из-за этого она как бы образует вот такую форму после этого ну и соответственно человек как бы в ней находится то есть потом вот здесь вот она огибается ремнем который эту форму прилепляет к человеку таким образом она держится соответственно где-то она вылезает она начинает образовывать складки это нам тоже нужно показать как раз вот здесь форма начинает вылезать юбка становится больше соответственно вот как раз где-то одна часть этой ткани заходит за другую то есть получается что-то примерно такое и соответственно конечно же эта ткань должна поясывать персонажа то есть она явно заходит за него это прямо нужно показать очень очень явно вот примерно так в остальном неясно и непонятно и от чего вот этот элемент то есть нигде опять не подкрепляется почему он так держится не совсем понятно если ткань вот эту мы сделали светлее то окей мы понимаем где у нас ремень но почему здесь такой какой-то оранжевый элемент мне вот уже совсем непонятно я бы например сделал его просто таким же цветом то есть возможно это как раз кусок ткани который может быть он вот здесь вылазит в принципе можно тогда развить идею что вот он залазит как бы это третий точнее второй кусок и вот он заправляется за вот этот основной туда внутрь потом он проходит под поясом например здесь вот чтобы усложнить эту форму потому что это по сути просто прямоугольник нам нужно добавить вот такой вот такую форму как бы ну треугольник грубо говоря на его окончании опять же вот чтобы эта точка она не существовала здесь притык чтобы между ними он было такое расстояние чтобы там была такая впадинка чтобы мы четко понимали что эти формы просто не прилипали друг другу что эти линии не идут впритык и можно здесь нарисовать уже для того чтобы обозначить что эта форма важная не просто так она существует можно на ней там нарисовать какие-то вот узора то есть возможно там она как раз что-то показывает на наш должна ничего существовать либо эта часть брони либо на ней существуют какие-то важные узоры которые должны существовать именно на них то есть она не может существовать просто так и поэтому вот это крепление на каких-то заклепках или на стяжках металлических она выглядит неубедительно то есть по сути но и эту ткань очень легко сорвать из-за этого это выглядит как я уже сказал неубедительно то есть лучше такие вещи не использовать сделать вот как-то так вот как раз теперь понятно как она держится как она закреплена это более логично вот в этом как раз есть смысл то есть именно в контексте этого дизайна это начинает работать это как раз очень важно него на самом деле неважно насколько там сложный у вас дизайн главное то насколько лаки логично он простроен то есть можно самый сделать самый сложный дизайн при этом нелогичный он будет разваливаться можно делать очень простой дизайн но пока он логичный он будет отлично работать важно именно то насколько человек верит в зритель то есть верит в то что там мы рисуем все таки вот здесь вот я бы еще побольше сделал для того чтобы у нас было более четко вот это разделение между элементами чтобы они впритык не шли руку я не буду простраивать это потому что довольно долго не хотел бы тратить на это слишком много времени в остальном ну то есть например вот еще очень важный момент на вот этом участке то есть я так понимаю это какой-то длинный кусок кожи то есть вот прямо длинный 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 и вот он оборачивается там вокруг руки вот так вот из-за этого они не будут грубо говоря это не будет прямая линия важно показать что где-то вон больше да где-то вот так вот меньше где-то он выпирает где-то наоборот он наслаивается это как это очень важно для того чтобы показать что но эти этой вещь этот кусок ткани кусок кожи он идет в наклёст вот так не совсем убедительно смотрится вот здесь вот странная нитка который это все держит я бы предложил использовать что-то более массивное то есть возможно то есть можно как раз делать то что вот он здесь пережимается каким-то удерживать с какой-то бечевкой уже более такой толстый опять же мы повторяем уже тон который у нас есть вот этот цвет белый соответственно другой материал но он просто похож на то что у нас есть вот так вот и вот где-то здесь он там как раз таки да где-то здесь он уже в узелок собран вот так вот это будет чуть более видительно можно даже на самом деле еще больше прямо сделать вот так чтобы у нас было более интересный форум потому что детализации не хватает на персонажа можно ее вот так вот принудительно грубо говоря усилить то есть как бы логично то что у нас вот бечевка удерживает все эти кустки кожи воедино при этом мы детализацию как бы набили можно на самом деле что-то такое сделать и вот здесь там на ноге то есть она вот как бы вот именно здесь держит то есть дополнительное грубо говоря грубо говоря дополнительный кусок веревки который удерживает его ботинки вместе просто опять же для того чтобы повторяемость была какая-то вот репетитативность в дизайне это очень важно для того чтобы дизайн воедино собрать то есть мы смотрим видим а вот здесь один кусок есть грубо говоря да то есть вот ставим все буквально такую пометку а вот он здесь еще один а здесь еще один то есть появляется какая-то повторяемость логичность из-за этого дизайн начинает собираться то есть например было бы странно если бы вот у нас есть такой персонаж при этом у нас здесь был бы вот такой вот какой-то наплечник который бы вообще не сочетался ни с одной формой мы бы не видели нигде здесь таких супер острых форм то есть нам надо было бы куда сюда добавляете что-нибудь здесь такое делать вот здесь вот для того чтобы это по для того чтобы эти формы где-то повторялись поэтому за такими вещами конечно приходится следить на на принципе для того чтобы было понятней рук так или иначе придется хотя бы тонально простроить потом да вот у нас идет это пика чтобы нарисовать такую руку конечно придется там свою руку фотографировать как она держит какой предмет абсолютно любой ну то есть тоже какой-то овальной формы и понять как рука там по ней работает чтобы нарисовать руку нужно просто точно так же как все остальное нужно просто упрощать до каких-то примитивов то есть если голова это там у нас например овал рука это вот какой-то там цилиндр на вот у нас один цилиндр потом шар это его там локоть потом вот у нас второй цилиндр вот такая у нас получается в принципе рука то есть мы так все упрощаем соответственно есть точно также можно упростить вот у нас прямоугольник потом у нас идет один цилиндр потом из него уже другой цилиндр и там уже соответственно и но еще один и точно так же просто надо все остальные цилиндры нарисовать чтобы они правильно работали именно в своей собственной перспективе для этого нужно просто тренироваться тогда нарисовать все сложные позы именно в руке будет довольно легко главное чтобы пальцы еще на самом деле не повторяли чтобы они не лежали все в одной плоскости то есть чтобы они были примерно вот как-то так например нарисованы вот так тогда и движение руки будет более естественным а это довольно важно вот примерно так и там у нас запястье на то есть вот у нас рука идет вот примерно так так я немного зашел конечно на другой слой но я ставлю эту руку потому что не хочу не терять пускай вот здесь будет как наглядное изображение окей извиняюсь но я не хочу особо акцентировать внимание на этой руке вот примерно ну уже так или иначе я думаю интереснее становится персонаж в том плане даже в плане восприятия того как мы его видим потом вот есть вопросы к вот этой штуки к его наплечнику то есть круто то что он очень круто что продумано как вот он здесь держится это потрясающе в смысле это это важно но непонятно как держится вот он здесь то есть во первых нужно побольше ему дать немножко побольше трапецию потому что это именно для в правильности построения потому что эта форма здесь больше открывается то есть вот с этой стороны она закрыта больше нас этой она открывается больше ну и тут на самом деле волос на же должно быть больше именно с этой стороны непонятно как построен наплечник то есть мы как я уже говорил видим персонажа вот это вот конечно не убить сейчас я сотру вот этот участок он ничего на самом деле не показывает сейчас то есть мы видим персонажа примерно вот так если мы смотрим если мы его упрощаем и соответственно мы вот здесь вот ладно нужно сделать вот так вот секунду момент пожалуйста то есть вот здесь вот у нас торчит как бы рука но не торчит все сайт конечно вот так вот можно я в принципе упростить до другой формы для прямоугольника для того чтобы было понятно где какая форма то есть вот так вот и соответственно вот эту часть мы видим больше чем вот эту здесь же наоборот как будто бы перелом формы как будто этот прямоугольник он идет вот так что на мой взгляд не совсем правильно конечно он не настолько развернут но я просто хочу сказать что нам вот эту форму нужно нарисовать больше как это сделать то есть нам нужно показать вот ну просто нарисовать по сути прямоугольник здесь то есть вот так нам очень важно показать именно вот эту форму не так сильно как я уже сказал но я именно хочу показать что мы должны как-то показать что вот это окей проще на самом деле нарисовать то есть вот она должна заходить как то вот то есть мы должны видеть как плечо туда входит грубо говоря вот так вот ну то есть трапеции как она там за этим металлом работает потому что она по сути ну просто закрывала область вот теперь изменение минорные но на самом деле очень важно и потом да вот нужно показать что это материал металл на этом я не буду особо за акцентировать внимание так вот относительно крепления это как я уже сказал очень важно то есть ну по сути нужно так или иначе показать это во первых во вторых почему металл просто на голой коже лежит это очень странно то есть было бы прикольно если бы там был как раз мех таким образом мы можем повторить белый материал но проблема в том что меха у нас больше нигде нет а это плохо поэтому я предлагаю просто расширить вот эту вот кожаную броню сделать и вот такой вот то есть она просто крепится где-то вот здесь вот в районе плечей вот эти вот элементы крепится здесь вот один вот второй они крепятся можно там как раз показать какие-нибудь какое интересное крепление вот у нас вот этот кусок на плечника он заходит на вот этот ремень и поэтому мы будем там видеть например какие-то заклепочки как раз у нас будет большая средняя малая форма то есть это все будет продумано будет видно как это работает вместе это очень важно то есть вот здесь же у нас есть крепление это важно это хорошо работает точно так же и там нам просто нужно немножко продумать так чтобы это выглядел более логично и при этом помогало нам объяснить дизайн то есть можно вот здесь вот например там еще одну форму сделать то есть чтобы было два грубо говоря слоя кожи вот этой вот и уже на нем крепится на вот этот металлический наплечник если он должен быть именно такой можно сделать то есть чтобы он был конь вот такой вот что угодно можно сделать главное чтобы это было логично и в плане того как это все крепится и работает в пространстве и для того чтобы это им было построено на то есть вот как то так например не очень хорошая форма но я просто иллюстрирую сам процесс то есть как я бы например делал так я бы сделал вознесен такой вот более классическую наверное форму и потом вот здесь вот уже работал с малой форме мы потому что он как тоже плечо нужно двигаться то есть вот в этом плане в этом контексте очень сложные из-за того что здесь у нас нет никакого крепления это все единая форма ему будет тяжело поднять руку то есть просто металл вот здесь вот он будет втыкаться в его в его трапецию да то есть вот он грубо говоря если он поднимает руку то у нас вот форма она вот так вот поднимается и вот этой частью начинает втыкаться уже вот сюда в его трапецию и это как раз плохо то есть это ну просто непонятно как она держится как он поднимает руку это все выглядит немножко как бы это сказать настораживающе то есть в этот тяжело поверить это как раз важно это то про что я говорил то есть вот здесь вот я бы делал примерно такой наверно на пленчник здесь я бы уже там один кусок металла сделал вот эту штуку я делал бы больше потому что если она есть то почему бы ее не расширить не обозрел как-то вот так вот все равно конечно выглядит странно что вот у него на плече почему-то есть защита больше нигде нет но в принципе я бы и работал так но я просто люблю более продуманные какие-то вещи возможно он там наоборот собирает какие-то ну просто какие-то участки просто вот их крепит как угодно к себе но он там варвар и он просто делает это для того чтобы показать там какую-то свою крутизну тогда будет логично не делать это из таких вот хороших кусков ну то есть хорошие кожаные скрепления я бы делал какие-то более грубые именно для того чтобы это показать на то есть что-то он гребет крепит это все на какие-то уже просто-напросто куски веревки которые у него как раз есть то есть вот она перекидывается через плечо и тогда это ему позволит ну то есть через шею тогда это ему позволит как раз поднимать руку так чтобы ну то есть вот этот кусок металла он еще будет как-то двигаться потом можно там на нем взять какие-то выщебленные дырочки возможно то есть будет понятно что он был там добыт в бою или что он старый все равно бы поднимать какую-нибудь кусок кожи вот так вот хотя бы или ну то есть как-то это нужно в любом случае обыгрывать я предлагаю как раз варианты то есть можно конечно и другой вариант найти можно например сделать так что то есть не делать вот это вот крепление а делать вот грубо говоря вот так то есть вот здесь вот большой участок кожи который как раз идет на его наплечник вот этот убрать участок потому что он будет мешать логически то есть если это наплечник держится вот на одном куске окей так и будет в принципе он позволит ему двигаться потому что не ограничивается вот здесь стяжкой тогда надо просто как-то обыграть вот этот участок то есть возможно здесь там два крепления вот тут вот они как-то там связаны то есть они такие вот кривые какие-нибудь потом здесь вот он такой потом здесь вот два дополнительных участка как ну два дополнительных этих ремешка и может быть они вот как-то еще там криво связаны такие не выглядит стяжечками и вот здесь вот именно стяжечками а не металлическими креплениями то есть это должно быть понятно что этот возможно даже от как нить вот так вот можно показать то есть таким прям большими веревками которые это все держит можно вот здесь даже там потом сделать какой-нибудь выступающий участок то есть можно есть какой-то какой-то узел который это держит то есть вот здесь вот потом там узел ну то есть у грубо говоря в наплечники дырка и через нее пронета как раз веревка которая держит ну то есть просто логика логика идет дальше то есть как это крепится почему как он двигается вот это все то есть вот эти вот как раз кусочки они выглядят слишком аккуратно для него ну опять же я просто не понимаю какой у него сюжет был изначально то есть он варвар или вот непонятно как от почему не такая броня откуда какой собрал так или иначе это можно передать вот именно так я как раз сейчас показываю как можно выслить каких направлениях и вот если он какой-то такой варвар то тут был бы логично вот так вот делать да то есть если это он более какой-то такой воин настоящий который вот думает о там своей защите то это уже соответственно как я показывал вот такая вещь но непонятно тогда где остальная броня почему она не не подумал как бы если вот это раз выявление то оно должно быть наверно как то вот так на и вот он будет вот здесь кусок такой брони при этом еще кусок вот он такой больше торчащий наверное более такой агрессивный вот тогда это как-то может работать на мой взгляд ну то есть это раскрывает его историю но пока что она непонятно многие там например я бы сделал какой-нибудь более интересный может силуэт копья то есть вот он где-то там загибается он конечно грубый такой весь не наделай то есть вот он не просто там острый где-то там немного сломанное лезвие вот она там кривое какое-то такое при этом оно должно быть красиво на построена то есть может она косая ну то есть он лезвие сама по семье прямое но вот она косо немного поставлена вот так вот возможно или на или наоборот она более широкой такой какой-то не особо смотрящиеся аккуратно и она там опять как-то привязана в некоторых участках возможно то есть вот таких вещей не хватает просто для того чтобы рассказать его историю для того чтобы понять вот что это еще запишена за персонаж и вот это вот рука в принципе последняя вещь она ну то есть он просто держит он как-то как будто вот от натуги вот он прям так кулак сжал нужно что-то более естественное то есть как я например рисую ну то есть не нужно рисовать просто прямую линию и потом грубо говоря прямой кулак нужно вот как-то ломать постоянно эти линии для то чтобы было более интересно то есть можно было бы сделать как-то вот так вот тут палец немного мы отходит и вот тут вот его там указатель палец немного отходит вот что то такое более естественной но это легко на самом деле в это просто нужно ну дать как легко найти позу нужно просто в там фотографировать свои руки в зеркале смотреть что более естественно смотрится что более интересно не нужно делать что-то слишком сложное в остальном вот так вот ну то есть также можно и вот и тут на самом деле руку найти главное чтобы это все было более естественно понятно чтобы не было лишнего хаоса в принципе вот это то что я могу сказать по этому персонажу на взгляд получился персонаж интересный клёвый мне все очень нравится надеюсь вот то что я рассказал весь этот feedback он будет полезен и вы сможете следующий раз вот там как-то его применить для своей работы я например могу посоветовать просто перерисовать эту работу еще раз подумать побольше о том что это за персонаж то есть буквально прописать для него историю возможно какой-то такой там половину а4 файла написать что он делает почему он делает откуда у него такая броня просто потом уже в процессе работы будет как вы будете задавать себе эти вопросы будьте на них отвечать через дизайн вы будете показывать а почему вот эта броня откуда такая то есть она аккуратная или наоборот она неаккуратная как она сделана он ее добыл в бою или он ее произвел или ее там ему подарили он вот охраняет свое поселение или его там призвали на войну то есть ему возможно тогда дали эту броню либо же он наоборот вот в каком-то маленьком в какой-то маленькой деревне живет и вот там из другой деревне пришли люди и он свою деревню защищает соответственно это уже броня совершенно другого уровня она просто такая нелепый из чего пол не попадя сделано то он буквально там чуть ли не видела берет просто идет воевать то есть вот это все очень важные вопросы на которые сейчас ответа визуально не дано а он как эти как раз ответы должны быть даны то есть должно быть четко понятно что за персонаж вот он там искусный воин не искусный воин богатый бедный вот такие вещи они должны быть прямо четко четко прописаны опять же еще раз повторю например вот если вот он богатый у него перед одежда должна быть вот правильно именно собрано хорошо скроено должна быть вся в узорах все такое если он бедный то у него там везде должны быть на дыры на одежде вот здесь вот она должна быть прямо там грязная например как раз вот она должна быть так неаккуратно сделано как здесь вот это вот все сейчас вот он уже ну похож просто на что-то среднее просто на какого-то среднего воина да вот у него что то есть на нем вроде бы богато выглядишь и нам понятно что она старая по что-то у нас там есть дырки что она грязная потому что вот вроде ботинки там крутые но вот опять же они как-то собраны здесь этой веревочкой странно то есть что-то такое среднее до этого он просто был ну было слишком мало элементов для того чтобы ответить на эти вопросы так что еще раз надеюсь что это было полезно задавайте свои вопросы если что пишите там в личку возможно можем разобрать еще одну какую-нибудь работу в следующий раз и надеюсь у вас все получится получаете удовольствие от рисования до скорых встреч и удачи